Всем-всем большой привет, зрители нашего канала. Сегодня у нас, как всегда, будет семейное видео. Что мы делаем, чем занимаемся? Сегодня воскресенье, выходной день. Юра, конечно, звал меня в центр Москвы, на Красную площадь. Поедем, погуляем. Он в субботу весь день работал. Приехал вчера очень поздно. То есть он уехал, еще, по-моему, семьи не было. И приехал, наверное, часов в 10. В 10 мы с ним поужинал, посмотрели кино. И, в общем, он уснул. И сегодня у него первый выходной за всю неделю. И он говорит, все, поехали. Я говорю, Юра, ну сегодня, я говорю, воскресенье. А воскресенье у меня как вот, блин, в воскресенье всегда танцы. Причем не просто танцы, а 2,5 часа. Поэтому я уже в 3 часа выхожу. И до 6 меня дома точно не будет. До 7. Ну, до полседьмого или до 7. Вот, не совпадает. Ладно, говорит, пойду, говорит, свою буйную энергию, говорит, расходовать на стадион. Так что он сейчас пошел бегать на стадион, бегать, подтягиваться. Тем более, я говорю, вот папа у нас столько раз подтянулся. Юра, да ты что? В общем, это стимул, стимул, пример. И, в общем, Юра тоже поехал заниматься. А пока он там занимается, я не хожу на стадион, потому что я и так много хожу пешком. О, Юра пришел, сейчас мы его спросим, его впечатление. Я только рассказываю про тебя, что ты пошел на стадион. Папа тебе пример подал своим подтягиванием. Нет, почему? Просто я давно не выходил. Ну, как? Вот эта неделя очень тяжелая, тяжело. Вот, то есть, где у меня неделя перерыва была, ну, даже чуть побольше. И так это негативно сказалось, вот эти вот такие промежутки времени. Ну, ты молодец все равно в свободное время выходишь, потому что у тебя работа сидячая в основном. Ну, да, ну, вот сейчас погода просто супер. Я такого не ожидал. С большим удовольствием я выполнил свой норматив. То есть, я пробежался в кружок на стадионе, после на турники, на брусье. И там все размял, короче, размялся. И очень доволен. Ребята играют в футбол там. Ну, и молодцы. А сколько лыжников? Мы с мамой как идем на трассу. Ой, сколько лыжников. И маленькие, и большие. И пятилетние. В общем, молодцы тоже. В общем, на улице очень хорошо. Ну, давай сделаем так. Мы в Москву-то не поедем в центр, а просто погуляем по Зеленограду. Ты меня потом на танцы проводишь. Погуляем, там ярмарку открыли. Мы людям не показывали. Покажем, зайдем. Хорошо? Соответственно. А что такое недовольный взгляд? Недовольный, потому что... Почему? Почему? Почему недовольный взгляд? А ты пока в парикмахерскую сходишь. Я скажу почему. Потому что у меня один день в неделе выходной. Я хотел бы куда-то сходить, прогуляться. В Москву, вот, может быть, поехать. Весит посмотреть. Но у нас будет столько дней. Десять дней выходных после Нового года будет. Так вот, я говорю, что в будущем, я не хочу в будущем, я хочу жить настоящим. И у тебя какие-то находятся причины какие-то, чтобы мне отказать в поездке, допустим. Не совпадает, видите? Не совпадает. Пока Юра бегала на стадионе, я сделала яичницу. Но яичницу у нас обязательно, чтобы здесь был баклажан, лук, помидоры. В общем, вот так вот он любит. И обязательно в коробочке у нас всегда порезанная зелень. Так что завтрак с моей стороны тоже готов. Вот видишь, Юрочка, пока ты бегал, я тебе приготовила вкусный завтрак. С чемчой. Все, как ты любишь. Спасибо. А ты все вот на меня баллоны катишь. Нет, нет, я просто хочу, чтобы, как говорится, у меня единственный выходной, как мы провели вместе. Провести с тобой. Мы проведем его до обеда. Хорошо? Елочка у нас вот такая с Юрой получилась. Она у нас очень маленькая. Но все равно такое новогоднее настроение. Ну, ламп, конечно, не вписывается. Но без лампы тоже никуда вечером включаем. Такая красивая елочка. И вот как раз-таки свеча подходит. Сегодня елочка у нас будет гореть. И свеча будет гореть. Как тебе, Юра, нравится? Юр? Нравится елочка? Очень. Очень. Ладно, а мы собираемся пойти гулять. А потом я сразу иду на занятия. Очень красивая. Все, вышли мы на улицу. Идем. Решили, короче, пойти в Ашан. Потому что нужно готовить будет первое. Вот. И, ну, короче, решили сходить за мясом. А потом уже оттуда пойду на занятия через бульвар. На улицу гляну, на село. Девки гуляют, и мне весело. Юра у него сегодня он поет. Он после того, как удачно сегодня побегал на стадионе, у него песни рекой льются. Вот. Дорогие зрители, кто отмечает сегодня Рождество, всех поздравляю вас с праздником. Ну и желаю, конечно, самого данного здоровья. А отмечают многие. Я знаю. Отмечают его во многих странах. Я вчера смотрела, как в Корее отмечают. Вот. Потом у меня одноклассница живет. Она в Англии. Оксана еще. Поздравляю, кстати, Оксану. Она получила 4 дня назад как раз к Рождеству гражданство Великобритании. Так что она теперь гражданка Великобритании. Большое событие. И как раз таки у нее на этой же неделе женился сын в Белоруссии. Вот сколько событий. И она показывала, как у них там все украшается к Рождеству. У них такая типичная английская деревня. Ну, многие знают такие домики двухэтажные. Они типа дуплекс, но два хозяина небольшие. Вот. И там у них везде снеговики. И все украшено. Такая праздничная атмосфера. Так что все, кто отмечает, кто, да, отметил, отмечает. Так что всех-всех с праздником. Ну, а мы сейчас пойдем в Ашану. И сделаем небольшие закупки. Мы с Юрой нам пишут, что вы так много всегда. Ой, что вы так мало покупаете еды. А зачем нам много? Мы же для двоих готовим, а? А, допустим, ты же не будешь ведро, да, варить? Ну, надоедает все. Еще одна возможность сходить прогуляться. Ну, да. Сегодня, видите, Юра немножко расстроен. Но даже, может быть, и не немножко, что мы не поехали в центр. Но вот я хочу сказать, что, Юр, знаешь, ты как подмороженное? Я иду скользко. Хорошо же, я же тебе сказал, погода какая-то. Минус 6 градусов у нас погода. Ну, ладно, не поехали. Поедем. У нас 10 дней будет выходных. Сейчас для начала пойдем закупим продукты. И потом пойду заниматься танцами. Все, прибыли мы в Ашан. Машин, как всегда, много. Все закупаются праздником. Как моя, похоже, один в один. Народа очень много с ней в Ашане. Ох, цветочки. Помните, я Оле дарила на день рождения? И до сих пор еще цветет. А уже с 8 ноября, вон сколько времени прошло. А жилы уже давным-давно, которые срезаны, выкинула. Ой, а это ветки настоящие? Ну нет, а это настоящие, но она не отечественная. Как же нет? А, так они вообще не пахнут, понюхай. Это не зарубежная. Ветка пихты. Тордмана, 190. Они настоящие, но как не настоящие. Нам нужны такие ветки? Юра, он сюда мне. Они не пахнут. Ну они, да, совсем не пахнут. Так. Ну что? Ой, сейчас что-то по ней, да? Спрей для творчества. Ты что, хочешь дилетант купить? Да, дилетант в последний номер должен сейчас выйти. А разве он сегодня? Ну, не сложно. Ой, сколько этих продается, смотрите, кроссбордов. Дай посмотрите. Это, вот такого у тебя не было, да? Смотри. О, 367 рублей он уже стал. Его заупаковали. Ага. Королева Марго. Будешь брать? Бери. Давай возьмем. Здесь, как всегда, сладкий мир. Дэнс 189 рублей. Насчет подарков. Разные, конечно, киндеры. И вот этот, смотрите. 449 рублей. Ободок. Прикольно. А интересно, что тут еще? Ободок. А еще что? А, шоколадки. Вот такие, видите? Если пьянцо было, можно было взять. Такие шоколадки неинтересны, Маша с вами. Киндер такая, Макси такая. Зато ободок приклонен. Ладно. Чайник какой. Чай. Чайник классический. Наверное, просто... А, просто слон. Чай, наверное. Классический. А, нет, чайник. Видите? Заварной чайник. 429 рублей. О. Роял-чай. Уже много так чего подбирают. Так. Здесь мы уже, по-моему, с вами... А, да. Повторяется, мы купили подарки. Набор мега-яйца. Вот они еще здесь, стерушки. Набор бар. Раньше советские фильмы были с такими советскими локадами. конфеты «Красный Октябрь», «Бабарский» и «Родфлор». Что-то интересно в составе. А, ну, так непонятно, просто красиво. А, ну, наверное, вот здесь написано. Набор кондитерских изделий. Кило пятьсот. Так, надо будет мелким что-то еще выбрать. Стенд у них херево. Рафаэлки. Кстати, Рафаэла очень люблю. Плюшевые игрушки внутри. Так. Плюшевые игрушки. Ну-ка, здесь интересно, что у них. Интересно, наверное, будет. Есть ли тут яйцо, интересно? Да, тут яйцо. Яйцо «Киндер Макси». А, вот такие им нужно взять. Плюшевые игрушки внутри. Внутри плюшевые игрушки. Карпунов конфеты. Шестой целых тысяч. Дороговато, мне кажется. Ага, вот они. Такие же. Ну и нормально. По такому яйцу еще дать на Новый год. Я еще буду заезжать и возьму. Ну, такие, наверное, неинтересно. Совсем для маленьких. А может, там тоже такие игрушки, только маленькие? 799. Так, ладно, идемте дальше. Тимати рекомендует. Что это? Спасит. 1109. А это что такое, интересно? Игрия взяла. А скраб для рук. А, и крем для рук. Груши шоколадной глазури. А, и апельсин шоколадной глазури. А вот эти конфеты как-то мне дарили. Ну, их как бы много тут. Коробка большая, но мне они не понравились. Или просто им по киндер-макси, интересно, сколько. Можно им взять просто по киндер-яйцу. Вот так, сам процесс. Что-то такое мелкое нужно мне взять с собой. Блин, глаза разбегаются. Печенье с джемом, клюква. Кексы. О, пряник тульский. Юра у меня любит, надо им взять. С корицей и цукатами. Два штучки. Ой, смотрите, какие пряники появились. Сейчас вам покажу. Так, он куда-то там ушел. Вот какие. Пряник тульский. С Новым годом. Не надо даже в Тулу ехать. И вот такие. 399 маленькие гостиницы. Классно. Так. Ну что, подвидимся с вами дальше. Покупайте. 1499. На девочку. Так, пойду за Юрой. Пареньки у нас тут по 2000 продаются. А вот эти белые 2899. Вот такие черевички. Это, знаете, как удобно продавцам, допустим, работать на работе целый день. Как в тапочках, да? Чтоб ноги не мерзли. Я думаю, что это будет хорошее решение. Вот такие новогодние. Икру. Можи икру. Сегодня папа ходил в красную икру, но купил. Но здесь тоже, смотрите, какая вот эта вот маленькие баночки. 1117. 300 грамм. 2 599. Русское море. И пропалтусы, даже здесь 438. А какие-то маленькие баночки. 105 грамм. 380 грамм. Здесь разные акции. Смотрите, семга. 150 грамм. 339 рублей. Ее, конечно, здесь совсем мало, но если кто-то на салатик, либо просто на стол кусочек. Балтийский белок. Фирма. Гудель до 8 февраля. Ну, относительно свежая. 9 сделано. А это что такое? А это тунец. О, смотрите. 299 рублей стоит. Тоже 150 грамм. Тоже классно. А это кто-то сюда мяты, наверное. Нес, нес и не донес. Положили сюда. Что мы взяли? Капусту взяли, пряники взяли, набегали. Взяли, дилетант взяли. Сейчас еще груши. И мясо осталось. И все. Я уже практически опаздывала. Да. 22. 159,90 они, кстати, стоят. Кстати, в родном отделе там ажиотаж. Ты вот такой темный хочешь? Да. Ну, иди за пакетом. Ну, вот пакет, кстати. Вот, кто-то брал. Подзаражал он, наверное. Да. А вот, что самое интересное, темный, 219. А вот этот, видимо, с ней лис, 79. Или вот этот? Ну, берешь, чтобы сухой был. И еще такой же. О, отлично. Все. 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 Пошли за мясом. Юра хотел мне какой-то детский набор показать с паровозиками. Понравился. Не наигрался тоже в детстве. Да, Юр? Да. От 3 лет, говорит. Видите, как. Кто и во что не наигрался. А, вот фары, я бы хотела вам показать. Сейчас, если подойду. Фары вот такая, 699. Набор для ухи и головы. 1294. Я еще не знаю, что такое. А, тоже набор для ухи. И это, что такое, вот эти фары. 659. Так, Юра, какую говядину берем? А говядину на борщ? Возь ей сразу голяшки. 559. И свининки. Выбирай, чтобы тебе пожарить какую. И это тоже красиво, нет? Нет. Хорошо. Или еще, кстати. Вот такой. Цен. Недорогая у нас свинина. Говядина для тушения 612. Говядина дороже. Конечно же. Фарш, какие хочешь. Я все-таки решил мне показать эти паровозики, которые ему понравились. Возвращаемся в детский отдел. Смотри, как оформлено, как красиво. А, это дорога железная. Ну да. Вот она легкая такая. А, здесь вот, значит, главное вот этот вот. Провоз, вагоны. Вагоны, да. Ну, ну, видишь, ездить по рельсам, и бывает, тут даже написано, что он с паром и светом, и со звуком даже. О, классно. Смотри, как оформлено. Смотри, как оформлено. Смотри, как оформлено. Стрех лет. Стрех лет. Прикольно. Ну, главное, поформлено очень хорошо. Для продаж, я думаю, что будет замечательно. А многие берутся. Три, четыреста, шестьдесят четыре. Мясо. Да. Так, ну ладно, Юра, пошли в кассу. Да, я, наверное, тебя, наверное, провожу, наверное, потому что я хочу еще походить, убирать. А, ну хорошо, я пошла тогда, ладно? Потому что ты же все равно от меня, ты меня покидаешь. Да. Бросаешь меня. А ты еще походишь, погуляешь, да? Да, да, еще. Куплю, может, что-нибудь. Хорошо. Ну все, увидимся дома. Может, Саша останешься со мной? Ну, Юра, я пошла. Принимай решение. Пока есть возможность, давайте. Все, пока. Давай. Давай. Какую елку показать? Вот, смотри, елку. Вот она. А. Четыре триста шестьдесят два елка. Ну, это уже натуральная. А натуральная? Пихта. Норман комфорт. Сколько стоит? Четыре триста шестьдесят два. Ого, сто пятьдесят сантиметров. Ладно, Юрчик, я побежала. Все, пока. Она прикольная такая. Хочешь, возьмем домой? А? Хочешь, домой. Вот хочешь, поменьше возьмем. Три четыреста восемьдесят девять. У нас... Ну, все равно улетаем. Но мы же еще здесь. Нет, давай без нее, без елки. А смотри, какая красивая. Точно без елки? Не, не, не. Юра, точно? Давай. Ну что, друзья, Юру я оставила в Ашане. Вы видели, он любитель походить, посмотреть. А сама бегу на занятия. Ну, во-первых, пропускать их не планировала. Во-вторых, ну, как так? Хожу уже, уже. У нас все здесь, конечно, чистят. Но все равно скользко. Мы уже подморозили. Идешь, скользишь. Ладно, надеюсь, на обратном пути буду идти. Зайду, покажу вам красоту, которую у нас там открыли. Вот, а сейчас пока аккуратненько пробираюсь к танцам. Народу много на улице гуляет. Просто нужно идти под ноги, конечно, смотреть. Так, ну что, возвращаюсь домой. Отзанимались полтора часа Востока. Учили наливайка, выливайка, волна. Под барабаны. В общем, належение от этой волны вообще не дается, потому что вся грудная клетка, она, естественно, зажата. Потом после начался сразу урок бочаты. Бочаты танцевали. Вот. Так что позанималась хорошо. И иду потихонечку домой сейчас. Буду горш варить, еще делами заниматься. Поговорить надо. Все как всегда. О, прям на улице. Хорошо так подморозило. Вот такую люблю погоду. Чтоб морозец был. Минус 6, минус 10. Ну, не так будет. Плюс 2 это слягать по колено. Ничего хорошего. Ну, а тут у нас уже видели. Все украсили. Все красиво сделали. О, даже елку сегодня наледили. Сейчас, смотрите, какая красота вокруг. Хотите, зайдем на минуточку. Будет мороз, стоит. Так, ну что, пойдем. На минуточку зайдем. Посмотрим. Так. Вот сколько елок нарядили. Ну, вот здесь вот можно взять кофе попить. Шишучок заказать. Вот такая вот тут атмосфера. Видите? Полы такие. Ну, сделано так все капитально и хорошо. И вот большой главный елку тоже уже наледили. Сейчас вам покажу. Вот она. Ну, а так вот народ сюда приходит посмотреть. Отдохнуть. Как говорится, насладиться красотой новогодней. Ну, и пообщаться друг с другом. Тоже многие с друзьями приходят. Бабутка он сидит. Куф пьет. Шишучок кушает. Очень хорошо. Ну, вот такая здесь атмосфера. Ну, я с вами пойду дальше. Пойду домой. И на этом видео свое закончу с вами для того, чтобы встретиться с вами в следующем видео. Чтобы немножко с вами пообщаться, поговорить. Вам, как всегда, большое спасибо за все комментарии, которые вы пишете. Вы с вами мои лучшие зрители. И все. Пока-пока, мои дорогие. Пока-пока, мои дорогие.